Доброе утро, дорогие друзья! Итак, новая недельная глава Хукат, очень интересная глава, воскресенье. Давайте подведем итоги все-таки главы, предыдущей главы Корах, потому что очень важно, урок, урок нужен из всего. Итак, мы с вами вышли из этой главы, из главы, в которой самый богатый человек мира Корах, ему мало было только денежного, так сказать, счастья. Он решил еще и поруководить, стать местом Ашарабейну, стать, из чего провалился под землю вместе с богатством, детьми и со всем. Мы очень часто наблюдаем в жизни такую ситуацию, когда у человека чуть-чуть улучшается материальная ситуация, или там поднимается на следующий уровень, он вдруг становится совершенно другим. Он начинает забывать тех, с кем был раньше, у него появляются новые друзья, он с пренебрежением относится уже к тем, кто еще вчера был с ним на одной лесенке. Это и есть признаки Кораха. Человек должен понимать очень важную вещь. Деньги даются человеку, очень размеренно, каждому. Я знаю очень многих людей, которые талантливые, сильные, не могут заработать ничего, а есть там вообще баламут взял и заработал. Деньги не так распределяются, вопрос не в нашем умении, в нашем разумении. Бог знает, кому что давать. Он знает это по своим каким-то абсолютно неведомым для нас причинам. Можно ли это изменить? Конечно можно. Можно просить у него все, что хочешь. Но вот смотреть на эту ситуацию надо иначе. Вот то, что он мне дал сегодня, это то, что он считает абсолютно правильно мне. Если у меня будет больше, я это потрачу не туда. Если у меня будет меньше, я испорчусь. Он мне дал вот столько. Вот примерно так. Еще Раби Нахман заметил очень интересную вещь. Чем больше у человека жажда богатства, тем больше у него денег, тем больше это все отдаляется от него. Если у человека есть несколько там бумажек, он держит их в кармане. Если появилось чуть больше, он там шкафчик положил или там спрятал куда-то у себя. Если появились еще дополнительные богатства, он начинает превращать его в товар. Помещают куда? Ну уже на склад. Оно еще отдаляется от него. Еще следующее появились богатства. Слады на складах там. Еще дальше от него. Очень богатый человек отправляет товары там на кораблях, на самолетах в дальние страны. Чем больше человек собирает богатство, тем дальше оно находится от него. Поэтому и говорят мудрецы, кого можно назвать богатым. Только того, кто радуется того, что у него есть. Так построен этот мир. Человек должен радоваться тому, что у него есть. Не смотреть на чужую квартиру, на чужой хлеб, на чужой кусок. Я уже говорил, повторяю, человек должен в духовном смотреть на того, кто выше его. И стараться достигнуть этого уровня. А в материальном того, кто ниже его. И смотреть и радоваться каждый день. Смотри, сколько много у меня есть. Соревнования вот это бесконечное у Васи больше. Оно не работает. Оно портит человека, уничтожает его дух. Человек должен радоваться. Представьте себе, человек купил там потрясающую трехкомнатную квартиру. Зашел, такая радость. В это время вышел на личную клетку, у кого-то пятикомнатная. Он раз уже сидит черного цвета. Да что же это такое? Это ад на земле, который человек строит себе. Деньги могут поднимать человека и опускать. Да, деньги нужны. Да, надо зарабатывать. Так устроен этот мир. Но только понимать надо одну важную вещь. Если мы из-за денег идем против Тора, если мы из-за денег идем против жизни, то мы тогда самоубийцы. Человек должен радоваться. Радоваться того, что он живет. Радоваться того, что он повернул сегодня, проснулся, солнце встало. А не сидеть с утра и думать, как же так, у меня там чего-то не хватает. Поэтому важно исполнять желание Бога. Бог хочет, чтобы мы улыбались и радовались. Бог не просит от нас добрых дел даже. Он не просит нас без нас справиться. Он не просит нас, чтобы мы что-то там... Это должно прийти к человеку. А что он просит? Улыбайся. Улыбайся. Потому что мы должны понять... Вообще, чтобы мы понимали, мы должны считать свое положение абсолютно сходным с положением наших праотцов в пустыне. Так же, как они, собирая ману, осознавали, что с неба они ничего для этого не делают. Что вот все доходы с неба. Вот так же вот все доходы с неба дает Творец. Мы это должны понимать и сегодня. Нет такого вообще... В мире такого нет, чтобы человек должен был загонять себя в депрессию, в несчастье, думая бесконечно вот в этом заработке. Заработок приходит тому, кто улыбается, а не тому, кто плачет. Это тоже закон. И вообще, замечательно сказал Раб Шмулевич. Как может человек, получивший от Творца бесконечное благо, именуемое жизнью, огорчаться вообще из-за чего бы то ни было? Вот позиция жизненного человека. Брахавы от Слаха, благодаря тому, что мы с вами уже достаточно долго вместе слушаем уроки, каждый из нас прикоснулся к более высокому. И благодаря этому пусть эта неделя будет самой-самой удачной, самой доброй. Брахавы от Слаха, всего самого-самого лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!